Дипломатию Персидской империи, которая в прошлом раскинулась на обширных территориях, некоторые исследователи именуют дипломатией золото, то есть, отношения с нужными государствами подкреплялись солидной финансовой, продовольственной, военной или иной помощью. Материальные поощрения использовались персидскими правителями в качестве выражения благодарности за лояльность, понимание и использовались для достижения целей во внешней политике. Согласно известному российскому историку Эдуарду Рунгу, во внешней политике Персидской империи действовал механизм. Царь давал подарки людям, находящимся за пределами империи, с целью получить среди них сторонников. При этом подарки давались за определенные услуги, оказываемые царю или империи. Используя такой метод, персидский правитель пытался проводить политику укрепления своей власти за пределами империи без проведения военных мероприятий. И хотя времена Персидской империи давно позади, тем не менее, в своей внешней политике и дипломатии современный Иран зачастую продолжает использовать дипломатию золота. Сегодня ряд организаций и движений, которые в цивилизованном мире считаются террористическими, тайно или явно спонсируются Тегераном. В качестве благодарности они либо следуют фарватере внешней политики Ирана, либо выполняют те или иные не всегда деликатные поручения клирикального режима. Но Иран оказался благодетелем и спонсором не только террористических организаций, но и некоторых государств, интересы которых четко совпадают с иранскими. И Армения – одно из них. В отношении Южного Кавказа в целом, и Азербайджана в частности, интересы Тегерана и Еревана тесно переплелись. В результате на свет появился своеобразный тандем государства спонсора терроризма. Заметим, что это определение дано Западам и государству, часто прибегавшего в недавнем прошлом к террору и агрессии. Поскольку сложившиеся в регионе после разгромной победы Азербайджана в 44-дневной войне геополитическая ситуация не устраивает ни Тегеран, ни Ереван, то сей тандем усиленно готовится к попытке переиграть ситуацию в свою пользу. Согласно поступившим в Калибер Аз данным из информированных источников, в последнее время Ираном и Арменией активно осуществляются шаги по расширению военно-технического сотрудничества и получению Ереваном иранских разработок и технологий в сфере ВПК. В этом контексте представляет интерес увеличение числа визитов руководителей иранских военных компаний в Армению и интенсивное общение по дипломатическим каналам. Более того, согласно данным источников Калибер Аз, в процесс усиления военно-технического сотрудничества между Ираном и Арменией включились и дипломаты двух стран. В этом контексте отчетливо прослеживалась активность посольств обеих стран в Ереване и Тегеране. Так, уже бывший посол Армении в Иране Арташе Стуманян и военный Аташе Артур Азнагурян проводили встречи в Министерстве обороны Ирана, на которых выражали благодарность проармянской позиции Тегерана, продемонстрированные в ходе 44-дневной войны. Обращает на себя внимание и тот факт, что иранской стороной были созданы максимально благоприятные условия для посла Туманяна, дабы тот посредством иранской прессы распространял фейковые тезисы о якобы участии террористов на стороне Азербайджана при организационно-логистической поддержке Турции. Туманян заявил, что, дескать, именно по этой причине Иран был вынужден разместить на границе с Азербайджаном свой военный контингент. Хотя, если посмотреть на хронологию событий, то можно увидеть явную нестыковку в пропаганде армянского дипломата, развертывание военного контингента Ирана на границе с Азербайджаном произошло еще до известного обострения в отношениях между Тегераном и Баку. Параллельно с активностью Туманяна в Иране, посол Ирана в Армении Абазбидешхан Зухури встречался с начальником Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артаком Давтяном, с которым обсудил перспективы расширения отношений в военной сфере между двумя странами. На состоявшейся в начале октября церемонии вручения дипломов военным, верховный руководитель Ирана Айтала Хаминеи произнес следующие слова «Те, кто роют яму для своих братьев, первыми в нее упадут». Хорошие слова. Применительно к самому Ирану, разумеется. Сегодня Тегеран решил встать на путь милитаризации Армении, перевооружение ее основательно потрепанных в ходе 44-дневной войны вооруженных сил. Никто ведь в Азербайджане наивностью, тем более в случае с Арменией, не страдает. Мы прекрасно понимаем цель и иранской, и армянской сторон. И цель эта – Азербайджан. Каждый член этого тандема следует своей логике. Иран недоволен усилением Азербайджана и Турции в регионе. Взятием под контроль Азербайджана-Иранской и Азербайджана-Армянской границы со всеми вытекающими из этого последствиями. Другой игрок Армения грезит реваншем и возвращением к оккупационной политике. Интересы и цель совпали, остальное – дело техники. В том числе и военной, коей Иран готов щедро делиться с Арменией. Чем не дипломатия золота? При этом как в Тегеране, так и в Ереване отказываются понимать, что подобная политика ошибочна, а ее проведение будет иметь плачевные последствия для региона. Испортить отношения с соседями легко, гораздо труднее восстановить утраченное доверие. К слову, Иран, перейдя от скрытой к открытой поддержке Армении, уже проиграл в ключевой для своего влияния в регионе борьбе. Борьбе за умы и сердца азербайджанского народа. Обо всех процессах в сфере сотрудничества между Ираном и Арменией по линии ВПК, которые иранцы пытаются скрыть от глаз широкой общественности, мы в курсе, и мы будем их освещать и держать в центре внимания. А жаль, ведь где-то в глубине души хочется хоть раз поверить официальному Тегерану, заявившему об окончании этапа публичной напряженности. Субтитры создавал DimaTorzok